То есть они ударились с того направления, на котором никто их не ожидал. Потому что планировщики вот этой операции очень хорошо знают военную историю 20-го и не только 20-го века. Каноны вообще-то военных операций, они не изменяются. Меняется техника, возможности, но сами принципы военного искусства не меняются. То есть там чувствуется работа очень хороших штабных специалистов. И попробуем, собственно говоря, прочитать логику того, чего они сейчас этим ударом добиваются, заняв часть Курской области. Укрепляясь, добившись прорыва на Курской юдорогии 2, укрепляясь там, чего они еще получают, какие вырваны. Первое. Усиливают позицию Киева на вполне возможных вот будущих переговорах по перемирию, по прекращению огня. Второй момент. Вот таким ударом они очень воодушевляют собственное население, собственные войска и подрывают международные события, простите, международные положения, международные позиции Российской Федерации. Ну как же, какие же победоносцы, если у вас такое случается. Третий момент, который они добиваются. Вот они укрепились и создали перспективу. Вы будете, ну вы не нанесете, собственно говоря, не проведете никакую воздушную операцию, вам придется на земле вытеснять войсу с Курской области. А это создает перспективу вот разрушения городов и сел Курщины при выдавлении вот войсу за границей. Уже порождает гуманитарный кризис. Ну вот момент, когда я записываю этот материал. 130 тысяч беженцев. Это очень много. На знаке с Курской области. И вот не хватает Государственного комитета обороны, который решал бы оперативно еще проблемы с беженцами. Вот это еще один кризис. Вот это та логика, вот замысел операции, которую нужно бы сорвать. Они очень умело, как, кстати, по заветам, по учебникам, по книге Максима Калашникова, они сейчас дронами пытаются атаковать наши аэродромы, авиабазы. Посмотрите, просто уже, так сказать, перечень целых атаковый баз. Они вынуждают нашу авиацию, борются с нашей авиацией, не имея больших средств, между прочим, да, своей авиации сильной. Они борются с нашей авиацией, чтобы ослабить натиск на воздушный, хотя бы по передовой, в том же Курске и так далее. То есть они выбивают еще и наши военно-воздушные силы, и по установкам ПВО работают. Ну вот, в принципе, и должен быть Государственный комитет обороны. Ну, а теперь перейдем, собственно говоря, к вопросу вот о новой Курской дуге. Я слышу, как очень многие говорят, что это авантюра со стороны, конечно, очень рискованный шаг со стороны Киева, что на самом деле Киев потерпит полный крах, совершенно неважное стратегическое направление, там неудобная позиция, как говорит Сергей Переследин. То есть прекрасно вроде организованная операция, но не в том направлении, где он точно, собственно говоря, совершенно, так сказать, не добьется никакого успеха, остановим, разгромим и прочее, прочее. Нет, я совершенно, конечно, не против, если события пойдут таким чередом, но вынужден допустить совершенно другую интерпретацию того, что произошло, ребята. Потому что с той стороны сидят отнюдь не дураки. Олес Маляревич долучается до нашей разговоры. Заступник командира батальйону ударных БПАК «Ахиллес». Это 92-го окремая штурмова бригада. Пане Олесе, слава, украине. Слава, божаю, здрава. Про харківский направление хочу спросить. Добрые новины мы чули кілька дней тому про то, что дается оттесняться окупантов из тих локаций, которые они позаймали, вторшись нашу Украину. И вас про оперативную ситуацию питаю. Продолжаем выполнять общее завдание на напрямку стрелечия Глибокий липцы. Наразі на основном пункте Глибокий тривають дуже таки запекли бої, але инициатива полностью на нашем УМБОЦі. И наше завдание – это докупация села Глибокий. Ворог чепляється за каждый дом, за каждый свой бліндаж, который мы там сделали. И подтянули все возможные средства, живую силу, как резервы. Тобто не забирают десь на Курщину, а навпаки еще докидают когось? Они используются больше властей резервы, которые там имеют. Потому что это невеликие пихотные группы, и их можно всегда взять из тех подразделений, которые работают поруч. Тих четыре десятки российских вояков, которые сейчас на агрегатном заводе заблокированы, какая там ситуация, или есть возможность еще больше ее использовать на нашу пользу? Глибокий военнослужащий в другом направлении, они близко, но мы там не работаем, поэтому не можем коментовать перед другим ситуацией. Чи загалом ви чувствуете, что происходит на Курщине, когда начали там военные действия, когда война перенеслась и на территорию врага? Чи отбываются какие-то изменения у вас, на вашем направлении? Звичайно, это додатково ворога, и они начали перекидать частковые резервы свои из нашего направления, из Вовчанского, из других. Это действительно было бы чудо на левом фронте, так что те самые кабели, они сейчас больше застосовывают там, а вот их тут самое меньше. Поэтому это векло возможностей, которые появились на нашем направлении, которые мы используем для того, чтобы украшать стан, становившись свое положение. Чи как-то на их моральный стан это вплинуло? То, что вы говорите, это доброе, но когда люди еще и дезорієнтованы, и без энтузиазма, то с ними легче боротися? Ну, в принципе, у нас разведка працює, перехлопление маем, и очень часто мы чуем, что, действительно, и подвозок, даже води немае вчасно, потому что психологический стан важкий. Но даже в этом состоянии они продолжают чепляться за украинскую землю и гинуть. Я не могу сказать, что они там засумовали и куда-то пішли. Нет, они зомбовані настолько, что они до останнего подыха чепляются и пытаются бороться для того, чтобы захопить Украину. Ви кажете, что води может не быть, что чепляются, но гине много из них, а в полон, как это, например, на Курщине, или, например, мы получаем даже в Харьковщине видео, где в полон, чтобы только выжить. У вас таки есть? Ну, у нас нема такой динамической смены ситуации, что можно было взять в полон, как на Курщине. Когда идет прорыв вперед, то остается с нашим боком, и тогда они здаются в полон. У нас чутка лінія фронта, и каждый сантиметр, он под прицелом, и, мне кажется, что это очень тяжело. Поэтому на нашем направлении таких випадков уже тревоги час не было. Підпишите на канал и не пропускайте новое видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова